золотые мои получил хороший коммент не могу его оставить без внимания хочу поговорить с автором здравствуйте геннадий очень приятно получать такие комменты люди как люди и милосердие иногда стучит в их сердцем вы милосердно и меня призываете милосердие лариса же подсознательному возможно в молодые годы 8 или 20 30 я бы с вами согласился но оглядываясь назад а 54 года в верте мне длинный длинный путь оглядываясь назад на пройденный путь вспоминая свои опыты взаимодействия с такими ларисами видит бог милосердие заключается в том чтобы эти ларисы жили в говне просто в говне в вонючем страну хуета должна жить хуёво просто понимаете эти все ларисы капитализм не изменил людей геннадий капитализм вышел выше подпорки подпорки коллектив подпорки товарищество взаимовыручкой каждый сам за себя и тут-то говно из нас из всех и поперло людей готовых помогать бескорыстно все меньше и меньше очень доставило когда после взрыва в метро в москве таксисты возвентили цены в пять раз вот она людишки ценность то вам и вот это лариса которая не спровоцирована с моей стороны пишет коммент оскорбительного содержания я просто хочу представить себе и представляю и вообще неоднократно это встречал что должен чувствовать человек который не спровоцированно пишет гадости на мой канал я не знаю кто такая была лариса же уже забыл ее фамилию а если бы не напомнили если бы не ваш комент то забыл бы не вспомнил бы ее имя насколько это мимолетность вот хуета мелькнул у меня перед глазами на канале отписалась я ее забавил вычеркнул своей жизни на хуй просто это хуета была и при социализме это хуета просто при капитализме она стала заметнее при социализме мы эту хуету хуетой не считали мы считали что вот наш такой специфический товарищ этот специфический товарищ стучал в деканат стучала в порткома на меня стучала замполитом в армии стучала с убийством вся эта лариса же понимаешь вот плохо ей делается плохо когда другому вокруг хорошо я в университете о своей личной жизни узнавал вот от этих лариса же вызывали мне там вправку слушаю говорят ты вчера вот здесь чудил в пьяном угаре я вчера был в библиотеке и не нюхал спирт новый и здесь я чудить не мог да вот нам вот сказали что ты здесь еще слухи эти разносили не просто разносили еще сочиняли разносили эти слухи это при социализме было у меня очень сложные были отношения с парткома пока я в партию не подал заявление как только я подал заявление в партию сразу ко мне все вопросы отпали а так где-то раз в месяц приблизительно секретарь партийной организации вячеслав алексеевич блин забыл его фамилии хороший мужик такой мне так по-отечески выговаривал хотя бы не партийная комсомолец а моральном облике юриста я получаю удовольствие того что эти ларисы живут в говне просто получаю удовольствие потому что я умный человек много видел много знаю много умею зарабатываю себе деньги легко я сижу дома и зарабатываю деньги мне вот эти мои слова платью я слова в пустую не роняю не за каждое мое слово звонкой монеты в иностранной валюте а лариса говно через тряпочку сосет и мне очень это нравится потому что знаете человек который не мотивирован абсолютно оскорблять другого человека блять это скотина просто она должна понимать все несчастье нужно смотреть на меня я поэтому снимаю жизнерадостные ролики вот мы мы с любимой в астрахани мы с любимой в кабардинке мы с любимой в крыму смотрите и завидуйте просто чтобы скоты смотрели завидовали мы можем себе позволить мы можем себе позволить купить балыка много купить балыка килограмм и жрать его и давиться слюной от счастья как мы как мы в астрахани рыбу поели мы почти 20 тысяч отвезли на рыбу чисто на рыбу 20 тысяч израсходовали почти без малого можем себе позволить мне очень нравится когда ларис понимаю а эти ларисы сидят на 20 тысяч и больше не светит поэтому нет жалеть не надо мне хорошо мне хорошо от того что эти хуй плетки сидят на двадцати тысячах и пишет камеры они поэтому и пишут что я нормальный не люблю этого слова успешный в общем-то я успешный мужик который на старость лет зарабатывает себе на жизнь в общем-то тем что приятно проводит время мне приятно с вами проводить время поймите я не насилую себя когда включаю в камеру я не пытаюсь казаться лучше чем есть мне с вами приятно проводить время приятно рассказывать для вас потом приятно читать ваши комменты общаться с вами еще потом письма отвечать на ваши комменты ваши комменты иногда являются отправной точкой моих роликов а уж как деньги за это получать приятно мне завидуют я знаю не знаю сотни тысяч людей сотни тысяч людей желают оказаться на моем месте только нихуя грех не пролазит для мозгов нету вот эти ларицы я с большим удовлетворением с большим с большим удовлетворением читают эти хейтерские комменты это по сути крик о помощи такой предсмертный моя жизнь не удалась когда там я сейчас не помню что она там писала но я ведь не помню что написал то ли я долго живу то ли ей моя морда не понравилась то ли я зажился на этом свете то ли морда у меня не та значит которую она могла бы влюбиться что так я уже забыл честно я не нет не загоняюсь приходит только вот это крик о помощи что вот помогите спасите помогайте мне пожить знаете я еще думаю вот на свою ненаглядную смотрю как мы познакомились какой она была как она глядела как она смотрела какие не были движения какие не были слова она за девять лет лових я ушла далеко вперед она уверены в себе женщин моя моя жена уверенные в себе женщин уверен а я ее отбивал у мужа муж не дурачок придуркой абсос просто абсос я гляжу глядя с ней неправильно живет и увел ее значит она была затравленный зверек она просто всего боялась всего голова втянута в плечи вот ожидание удара что кто-то ее ударит вот она пожила со мной у нее своя машина у нее она одета хорошо она знает что деньги были вчера деньги есть сейчас деньги будут завтра она перестала думать о деньги она не думает где мы будем отдыхать мы по два раза в год стали ездить к морю только любимой так хочет в астрахани съездили пожалуйста вот этой ларисе просто вот пожить вот так вот нормально хотя бы на эти две недели и это будет самый большой в ее жизни трагедии когда открываешь холодильник а там еда разные вкусные когда на работу не на газели она своей машине сама за рулем и бензин заправлен и машина обслужена только педали нажимай и рули рулем вот пожить бы этой ларисе просто нормальной человечестве жизнь две недели буквально искупаться на море просто потому что захотелось искупаться на море чтобы ее муж подкинулся как я подкидывались как же так любимый хочет на море а я не сводил конечно любимый конечно есть чтобы его подкинул конечно конечно на море куда же acron fixing море Мне намокша нравится, намокша очень нравится, там так красиво намокша, когда комаров нет. Там так красиво намокша, такие пляжи там намываются, белый песок, тихо, спокойно птицы поют, трава. А на море полно народов, тут главное никого народу нет, потому что на море полно народов, все дорого, нет. Вот эти Лариси на море, хочешь в Крым? Хочешь, пожалуйста. Отдыхали в Кабардинке, любимая раз хотела отдыхать в Кабардинке, я хочу в Крым, ну поехали в Крым, да, 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 Лариса, да, Ларочка, конечно, в Крым, поехали, хочешь на Кавказ, хочешь в Крым, хочешь в Турцию, в Турцию, вот так бы ей пожить. Она бы, конечно, оставила эти глупости, писать комменты, ей было бы не до меня просто, у нее была бы своя жизнь, свой муж, своя семья, свое влечение, море, ей бы в аквапарк хотелось бы попасть, хотелось бы прокатиться на банане, не знаю, там, на параплане хотелось бы, на парашюте. Мы катались на парашюте, 4 тысячи за двоих отдали, незабываемые впечатления, очень понравилось на парашюте, наверное, еще надо дать 4 тысячи. У меня камера не запечатлела этот момент, вообразите себе камеры, экшн-камера у меня что-то подвела. Когда у человека жизнь своя есть, своя жизнь, ей нахуй не нужна ни Бузова, ни Хуюзова. Свой муж, свои дети, свою заботу, свой дом, свое хозяйство. Не до глупых комментов, там вообще не до Ютуба. Ютуб это так. Когда жизнь некачественная, неполноценная, чего-то не хватает, незаполненность какая-то, просто незаполненность жизни. Что делать, как я живу, неправильно я живу, чем заняться, как изменить жизнь к лучшему, хую знает. Дай-ка я напишу Семенову, что он хуеплет, что он зажился, и морда у него какая-то противная. Дай ему, причем ни одной плохо, дай ему напишу. Поэтому нет, меня очень устраивает, что Лариса. Я не забыл, как эти Ларисы стучали на меня в деканат, я не забыл, как они стучали на меня в партком, причем и делов-то не было никаких. Они выдумывали сплетни про меня, и несли в деканат. Меня к декану вызывали. Хорошо, у нас профессор Ферцев был дедушка очень добрый, демократичный. Понимал, что половина жалоб на всех студентов высасывается из пальцев. Ну, были преподаватели, некоторые преподаватели, которые так внимательно относились к таким жалобам. Потом у меня возникали проблемы по этим предметам. Я Ларису этих помню хорошо. И в армии эти Ларисы есть тоже. И в армии есть, есть. Нет, хуета должна жить хуёво. Тут милосердие заключается в том, чтобы я в конце своего жизненного пути сидит, за все страдания, за все лишения. Пожил наконец-то хорошо. Вот до самой смерти. Сколько у меня там осталось? Десять, двадцать, тридцать лет. Чтобы пожил хорошо, в достатке, зарабатывая деньги легко и с удовольствием. Мне по кайфу, чем я занимаюсь. Просто по кайфу. А Ларисы должны сходиться на говно, глядя на меня, глядя, как я легко зарабатываю деньги, легко их трачу на свою женщину. Вот. Что вот, понимаешь, не на них. Не на них вот эти вот... Потому что они должны задаваться вопросом, ну, чем я хуже? Ну, что в ней такого, что нет во мне? Почему он тратит деньги на неё, а не на меня? Вот это должно и жить. А я на неё очень много. Я на любимую трачу много денег. Ну, прям. Я ей настолько благодарен. Я настолько благодарен, что готов девяносто процентов ей отдавать. Благодаря ей я бросил курить. Вообразите себе. Я не верю. Я не курю пятый год. Если бы не Оля, я бы никогда не бросил. Я бы никогда не бросил. Я 35 лет курил. Курил я приму. 35 лет я курил. Вот любимая смогла меня избавить от этой погодной привычки. Мотоцикл у меня появился благодаря Оле. Ютуб-канал появился благодаря Оле. Да много чего у меня появилось благодаря ей. Благодаря её поддержке. Благодаря её мудрым советам и сердечному участию. Поэтому... Ларисе хуй на воротник, а моей Оле все ништяки. Так что нет, Гена. Милосердие заключается в том, что я жил хорошо, а Лариса сосала хуй через тряпочку у Тузика. Не у меня, у Тузика. У меня хуй салом намазанное, блядь. Она ещё и наестся, блядь. У Тузика, блядь.